Барабдисайстан, добрый день! Сегодня мы поговорим, затронем тему экологии в Ереване. Мы находимся у Розданского ущелья. И что мы можем наблюдать? Я думаю, что многие ереванцы, они понимают экологическую катастрофу, экологическую проблему с рекой Роздан. И, так скажем, все минусы и выбросы, которые, так скажем, скапливаются именно в этом ущелье и загрязняют реку. Конечно, вот даже мы просто невооруженным взглядом можем видеть о том, что река загрязнена. Возможно, частями даже река не имеет хорошей циркуляции проходимости, что опять же имеет вот эти вот застойные блоки. Также мы знаем, что в эту реку, к сожалению, сбрасываются и производственные отходы из разных предприятий, фабрик, заводов, что тоже губительно влияет на реку, на судьбу реки и самого ущелья. Мы также видим, что пока мы ехали вдоль ущелья, мы видели рыбаков. Вопрос, насколько рыбачить, конечно, такая как бы интересная деятельность, но насколько эта рыба действительно может использоваться в употреблении пищи? Или это просто как азарт, кто больше рыбы поймает? Но мы знаем о том, что рыба от загрязнения, она как бы погибает, и естественно, все, что живое, тоже умирает. Поэтому мы понимаем, что там вот как бы при въезде очень много ресторанов, что я думаю, что здесь прекраснейшая природная как бы атмосфера. Наверное, для ресторанов и для принятия гостей и туристов это очень красивые места для того, чтобы принять гостей и вообще немножко насладиться зеленью, потому что в Вереване не так уж много зелени. Но мы сегодня должны все-таки задумываться об экологической проблеме, о том, что как с этим бороться. Мы знаем, что правительство принимает сейчас решение, может приняло о том, что принять, так скажем, особенный статус Розданскому ущелью, реки Роздан. Хотелось бы верить, что это все-таки статус будет, так скажем, заповеднической зоны, заповеднической зоны, где будет уделяться особое внимание. Потому что, мне кажется, все-таки мы должны сделать эту реку достопримечательностью Ривана. И вообще в Армении не так уж много рек и озер, как мы знаем, да, моря у нас, к сожалению, нет. И поэтому все, что связано вообще с водой, с любым источником, мы должны об этом в первую очередь заботиться и уделять особое внимание. Также хотела бы обратиться к самим гостям Розданского ущелья, реки Роздан и вообще ереванцам, что если вы приезжаете сюда даже на некоторое время, на небольшой участок времени для отдыха или просто для прогулки, все-таки забирайте свой мусор с собой, не оставляйте здесь, потому что от этого зависит наше будущее, наше здоровье. И, конечно, нужно обратить внимание, какие отходы и сбросы в эту реку как бы приходят, и чтобы все-таки Роздан был как, так скажем, заповеднической зоной. Поэтому я благодарю всех. Если вдруг действительно кто-то имеет какую-то дополнительную информацию, связывайтесь с нами. Мы всегда будем рады обсудить и как бы затрагивать такие вот темы, потому что все-таки если мы не будем поднимать эти темы, то мы не сможем с ними работать. Поэтому я желаю всем хорошего дня, солнечного понедельника и за экологию Ереванского Роздана.